Кто людям помогает, не страдает время зря, Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую Всё делать точно так, как делает старуха По кличке Шапукляк, как делает старуха По кличке Шапукляк. И не надо зря портить нервы, Вроде зебры, жизнь вроде зебры. Чёрный цвет, а потом будет белый цвет, Вот и весь секрет. С каждым годом становится всё больше людей, которые не застали Советский Союз даже Брежневско-перестроечного разлива. Не говоря уж о более ранних стадиях. И многим из них интересно, каким он был великий и могучий. Куда обращается за информацией теперешний люд? Ну, конечно, не в исторические архивы, а к кинематографу. А что ожидает доверчиво подчемучку за этим поворотом? А теперь мы идём обратно! Вот пошерстит он киношные сайты и выберет для просмотра 12 стульев Леонида Гайдая Лохматова 1971 года выпуска. Самое советское время, режиссёр самый известный, да и первооснова – знаменитое художественное произведение. И что увидит зритель в зажигательной двухсерийной комедии? Вот в чём вопрос. Во-первых, как жили на заре социализма в 1927 году. Десять лет советской власти, мирное время, абсолютное единоверие, светлое пролетарское будущее. Ага. Возмутительные порядки. В милиции на них нужно жаловаться. Вот как жил хомосоветикус, человек обыкновенный. Может быть, в стране разруха? Отнюдь. Вот так кушают обыватели. Вот так недорезанные большевиками буржуи. А сторона исправно выкачивает деньги у собственных граждан. Причём в таких масштабах, что афера Бендера с помощью детям никого из заговорщиков не удивляет. Проходили не раз. Но я, как заведующий культотделом нашего дома... Заведующая? Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Нет, не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? И привычное запугивание карающими органами. А вам некуда торопиться. ГПУ за вами само придёт. В общем, ну вориши бесит за жир. Простой работник мечтает о свечках. Недаром отец Фёдор хочет открыть именно свечной заводик. А не фабрику по пошиву кожаные обуви, например. Милиционеры ходят отрядами. Причём бедность возведена официозом добрододетелями. Только больная фантазия загнивающих классов могла породить спальную мебель таких невероятных размеров. Ну, если же говорить о том, что простым людям нечего делать, но таких с позволения искать в кроватях. Правильно. Зачем рабу какая-то кровать? На газетах поспишь. А мимоходом и про настоящих людей в фильме промелькнуло. Знай советское быдло своего места. И пиетет к иностранцам, великого строителя коммунизма, будет чувствоваться всегда. Садитесь. Ой, товарищи, 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 зал не обслуживается. Нам, пожалуйста, бутылочку сухого винта. Никаких сухих винт. Почему? Как почему иностранных гостей ждём? What you tell me? Как, как, как? What you tell me? Так, бутылка сухого винта. Да, да. Секундочку. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Асидора Дункан. Неважно, итальянец, иностранец, американец или бурухтанец. Это американцы дома хозяева, а русские в России слуги. Вот нашёл холоп богатства в стуле и отдал до бриллиантика господам. А они ему пятак на водку. Нам, мужичины, радуйся. А мне премию отвалили 50 целковых. Вот костюм справил. Я убеждён, что каждый из вас, когда найдёт клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешь? На полагающиеся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Так может, извечная... Не мы такие. Жесть такая. Эпоха плохая, люди хорошие. А вот и главная советская фига в кармане. Нет в Советском Союзе хороших людей. Продавец будет взяточником. Дворник – пьяница. Заведующий собесом – вором. Голубым воришком. Ахахаха. А монтёр с ценами – и пьяницей, и вором сразу. Архивариус приторговывает казёнными документами. Инженер Брунс – лодори обжора. Обыватели Старгорода не прочь госпырь ворот устроить. Мечта поэта, вдова инвалидом периористической войны – тунеядка и махровая мещанка. За кого переживать? Кем восторгаться? Халтурщиком-сихоплётом? Недалёкой модисткой? Надутым официантом? Как говорил сбрендивший служитель культа? Люди! Покайтесь публично! Правда, есть в фильме один хороший человек. Инженер Щукин. Я получаю 200 рублей. Чуть! Взяток не беру, денег не краду. Подделывать их не умею! Ага! Но он выставлен в таком неприглядном виде последнего лоха. Что быстрее будешь представлять себя жертвой аборта, чем его. Ну ты! Жертва аборта! А всё это вкупе подводит к признанию одного героя. Мелкого уголовника Остапа Бендера. Ведь он тот главный герой. И формально журя негодненько все умиляются. Какой он очаровательный, остроумный, энергичный. Ну, Д'Артаньян, весь в белом. Правда, немножко хитрит, ловчит, живёт на чужом горбу. Иногда крадёт, иногда рукоприкладствует. Так не по злобе, жизнь просто такая. Ага, тяжелая неказиста, жизнь среди победившего пролетариата. Туда её в качели. Ну, не в шахматы же играть свободное от работы время. Лошади ходи. Отвались. Лошади ходи, век воли не видать. А мы вот так. Пиджак, пошёл. Ну, пошёл, пошёл. Мат? Отдавайте пиджак. Омлеющие от просмотра искромётной комедии зрители ровно через 20 лет понесли все свои сбережения настоящего Вонстапа Бендера Серёженьке Мавроди из МММ. Да и не только ему, хватало комбинаторов. Сами, добровольно, в припрыжку. Трёхголовый Гомеашвили Миронов-Юрский такой милый персонаж. Как ему не поверить, выросшему на вредном советском кино. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Ну, что же я за мудо такая прислал комедии. Там же один гротеск всегда. Ну, да, святая простота. Что запомнилось из комедии «Один дома»? То, что простые американцы живут в дворцах-особняках. Из комедии «Золотая лихорадка». Последний американский бомж, романтик, добывший кусок счастья. Из комедии «Евротур». Восточная Европа, жопа мира. А что у вас осталось после вкуса и после двенадцати стульев? Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем. Хотя, кажется, никого этим не радуем. Никто нас не любит. Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Эх, киса! Ах, мы чужие на этом празднике жизни! Субтитры создавал DimaTorzok